Итак, вы ни в коем случае не думайте, что я тут загораю, ничего не делаю. Идут очень большие переговоры с американцами по разным вещам, особенно по трафику. Я хочу, чтобы команда шла вперед, не останавливаясь, как паровоз. Но для этого надо немножко привести мозги в порядок. Потому что то, что я вижу вообще, что творится в Рунете, уже очень многим пора к доброму и мудрому волшебнику Гудвину вместо страшилы одолжить немножко мозгов. Или исправить хотя бы. Так вот, прежде всего, чтобы добиться денег в сети, нужно убрать пятикопеечное мышление. Я сейчас вам привожу примеры. Значит, я сегодня на Сеомагнит кинул задание. Два цента, вот так оно выглядит, сейчас будем рисовать. Два цента за подписку на мою страницу захвата, которая сама по себе интересна, а рассылка по ней еще интереснее. Я специально писал письма для людей, чтобы они не торопились бежать дальше, а изучили и поняли, что вообще я им предлагаю. Так? И вот, значит, два цента подписка, подписываются там сотни народов без проблем. И там, когда ты задание подтверждаешь, ты сначала выставляешь условия. И я написал, единственное мое условие, чтобы у вас был Gmail аккаунт, никакой другой. Потому что все остальное идет в спам. Значит, Gmail аккаунт. И тогда я подтверждаю, вы получаете свои два цента. И вот некоторые люди пишут Mail.ru или Яндекс. Я должен подтверждать это? Я не подтверждаю принципиально. Я им пишу. Ребята, я просил Gmail, вы бежите за двумя центами и не видите ничего дальше. Так я хотел вам смысл объяснить. Вы понимаете, в чем дело? Когда человек получает наше первое письмо, оно по-любому цепляет взгляд, если он дал нормальный email. Он все равно его прочитает, так или иначе. И там он начинает знакомиться с вами. То есть, видеть, что вы продаете вообще. И мы ему четко объясняем, серия писем и все остальное. Чем мы занимаемся и что он получит. Причем бесплатно, да? Что надо было сделать? Надо было прочитать email, включить мозги и подумать. Сейчас я захожу на 10 долларов, беру 2 доллара, ставлю на тот же самый SEO-магнит. Прошу простить. Ко мне приходит 100 подписчиков, а у меня уже готова и страница, и рассылка. И мы опять учим людей то же самое. И я с этих 100, ну 5 станут платным, получу 50 долларов. Прошу туда уже не 2 доллара на раскрутку. Не только туда, а в разные сервисы. А 20 долларов. Придет 500 подписчиков. Оттуда будет 50 партнеров, допустим, 10, 20. То есть, деньги пошли. Это не 2 цента кликать. Это 1 человек 10 долларов. Ты можешь представить? Люди не видят вот этого всего. А почему они не видят? Я вам объясню. Потому что Рунет настолько забит мусором, хайпами, лохотронами и все остальное. Что люди уже просто ничего не читают. А почему они не читают? Потому что они тебя не знают. Поэтому я говорил и буду продолжать вам всегда говорить. Даже если у вас в Айопе нету ни одного человека, вы должны платить со своего кармана 10 долларов в месяц. Это вам дешевле обойдется. Потому что вы соберете базу. У вас идет серия писем. Люди начинают с вами знакомиться. Письма открываются на ура. Больше 60% для всей команды. Они читают, потому что и заголовки интересные, и текст интересные. И самое главное, что вы порядочные люди. Вы честные. Вы не пытаетесь никого никуда заточить. Ваш бизнес, что один, что другой, кристально чистый бизнес. Честно. Да, там не будет все быстро. Но я вам скажу, что тысячу долларов в месяц зарабатывает очень мало людей. Не только в Рунете, во всем мире. И в Америке, и у нас. Очень мало. 95% вообще не имеет даже 100 долларов в месяц, на самом деле. Вообще весь MLM бизнес держит всего лишь 5% людей. Если один уровень, который там тысячу долларов зарабатывает, второй, который 5, и третий от 10 и выше. Это уже короли проспекта, скажем так. Но как они это делают? Они делают это на доверии к своей базе, которую они собирали очень давно. И сейчас еще не поздно. В Рунете практически никто это не делает. Потому что все жадничают деньги на себя. Они не хотят платить инструмент, они не хотят платить трафик, но они хотят денег. Естественно, это никогда не придет и не получится. И они так и будут в 95% сидеть. Потому что их никто не знает. Вы должны выстраивать отношения с людьми. Если я иду на Фейсбуке, или где бы я ни был, на Гугл+, в Твиттере, и там идет везде реклама, видно же, кто ее посылает, так? Из какого перепугу я должен ее читать? Я его не знаю, кто это такой. Абсолютно. И что он мне там предлагает? Ну, посмотрел, сразу видно. Так, лохотрон. Опять проценты, опять ставки, опять лошади, футбол. Вся эта фигня, понятно, так? Все, человек, футбол, я никогда не подпишусь на него, потому что я уже вижу его деятельность, чем он занимается. То есть ничем. Он бьет пальцы в небо наугад. Что же происходит в нашем случае? Когда человек начинает изучать серию писем, вы как-то становитесь на одной волне. Он начинает чувствовать вас. То есть вашу, что вы пытаетесь ему донести? Ведь в каждом письме я пишу, это красной нитью проходит. Мы не в лохотронах, мы только в серьезном бизнесе. Здесь не будет денег завтра, но они будут обязательно, если ты будешь все делать, как тебе говорят. И плюс, никто и никогда не дает столько материала платного, бесплатного для команды, как мы. И ко мне даже пришла недавно, может, она сейчас присутствует в конференции, я послал ей ссылку. И она говорит честно. Я несколько лет пытаюсь и там, и там. Она сама за границей. Она не говорит на русском языке. И вы единственный русский, а не американец. Показываете все фишки, за руку ведете, как и что делать. Даете сайты, даете кредиты, которые стоят денег. Все, чтобы вы шли вперед. Но человек в погоне за двумя центами, он этого не видит. Он лепит какой-то левый имейл, потому что он опять знает, что ему сейчас будет присылать какую-то фигню под проценты, куда надо влаживать много денег, чтобы получить деньги. Или обычные хайбы, которые исчезают быстрее, чем ты оттуда что-то получил. Поэтому вы обязательно должны строить базу и быть своими подписчиками на одной волне. То есть выстраивать отношения. Затем, вы же знаете, что мы в курсе, что будет, когда еще вообще даже никто не знает. Например, про ТТО я знал в ноябре. Узнал уже все, и маркетинг-план, и запуск, когда что и как. Сейчас я уже месяц, как знаю, новая компания по путешествиям выходит в середине апреля. Сам продукт мне все равно. Интересен, да, но маркетинг-план я жду. Там кое-какие детали есть, но мне надо конкретно. В общем, мы знаем то, чего еще никто не знает. Наш узкий круг. И поэтому, когда вы выстраиваете базу, вы выстраиваете отношения с людьми, вам уже не надо носиться по фейсбукам. Это уже дополнение, но не основное. Или что-то еще делать, или платную рекламу где-то искать. У вас есть база людей, которые открывают ваши письма. Вы это заслужили своей репутацией, своим именем и своей рассылкой. И вы просто пишете всего лишь один бродкест, заголовок. Друг мой, через две недели запускается то, что в Рунете, да и во всем США еще, никто не знает вообще. Только избранный. Вот тебе ссылка, будь раньше всех, начинай работать и выстраивать линию один из первых. Понимаете? И у вас уже нет проблем. У вас зашли 10 платных, через 5 минут как рассылка ушла. 10 платных. И смотря какая база. Может зайти и 100 платных. Меня многие спрашивают, как вы собираете 300-400 человек личных, в любой бизнес, допустим. Ну, никогда не было меньше 20. Никогда, даже если вход был 500 долларов, никогда меньше 20 личников не было. Последние три года я имею в виду. Первые три года я учился. Вторые три года я продолжаю учиться, но я уже вышел на уровень, когда 1000 долларов в месяц меня не устраивает. Я ее имею всегда и это как бы уже не тот вообще разговор, что мне это интересно. Уже переход нужен на 5 минимум и постоянно. Я имею в виду постоянно 1000 и всегда нужно 5. Итак, вы строите имя, у вас уже больше нет проблем с рефералами, с вашими партнерами. И если они будут все дублировать вас, повторять, строить базу, люди, которые имеют базу, они имеют большие деньги. Всегда. Причем не напрягаясь и даже рассылая лохотроны, к сожалению. К сожалению, и так. А многие начинают эту базу использовать, то есть продавать, делать рассылки. Тем самым они губят свое имя, люди начинают отписываться, прощаться с ними, потому что они видят, что их используют. Но до того, как они это делают, человек успевает заработать несколько сотен тысяч рублей с этой рассылки, если у него серьезная база. Так, с этим закончили. Итак, что я пишу и вам советую в своих письмах сейчас? Я приписываю еще одно предложение для всех. У вас их нет, потому что это был старый формат, я сейчас поменял. Я пишу следующее. Я не ставлю себе личных партнеров в АйОП больше. Никого. Я начинаю работать на глубину. Я возьму карандаш и будем рисовать. Значит, я человеку пишу, если тебе заинтересовало АйОП, тебе все понравилось, свяжись со мной по e-mail. Вы можете давать скайп, я не даю. Свяжись со мной по e-mail. Если ты готов регистрироваться, тогда в скайпе продолжим. Затем я беру своих личных, все, кто у меня есть. На сегодняшний день это около 40 человек. Я смотрю, у меня уже давно есть список. У меня уже давно есть список, кто слабое звено, кто вообще не в теме, кто еле тянет, кто хочет и будет продолжать, даже если не получается, а кто уже крутит носом, сдался и раз в первый месяц не заработал 10 долларов, то можно бросать. И зачем эти инструменты нужны? Очень список у меня есть, я смотрю. Значит, начиная со слабых, кто, несмотря ни на что, кричит, я им сам предлагаю, может, ты не тянешь, может, тебе лучше уйти на завод, иди, может, маршрутку там води, подметай улицу, займись чем-то на зарплату. Не тянешь ты, да? Нет, я буду стоять до конца, я буду, я буду пробовать. Хорошо. Значит, я этого человека первого же беру, и тот, который говорит, мне интересно с рассылки, а рассылка каждый день по 100 новых приходит, так, и из них примерно 10% начинает лезть на почту и интересоваться подробностями. Я беру и ставлю его под этого своего слабачка. Почему я это делаю? Я мог, конечно же, этого взять себе и выстраивать не 40 человек, а 240. Потому что этот человек, он будет платить мне свои 20 долларов каждый месяц. Понимаешь? Как бы он сильно не хотел и не бился, если он не тянет, если у него не получается, пройдет месяц, два, три, и он сдастся, он бросит, он умрет. Все, уйдет в лохотроны, а там вообще погибнет навсегда, да? Поэтому, когда я ставлю человека, а в рассылке у меня одно правило. У нас два бизнеса, один это необходимость, а не бизнес, как бензин для машины, это инструмент, без которого мы на США никак, вообще никуда. А второе, это большие деньги и вход 90. Я вывел уже оттуда, все нормально, так? Значит, только 20 и только 90. 10 я вообще разговор не поднимаю. Я буду смотреть по ходу пьесы, когда я буду, когда будет человек регистрироваться, 100%. я буду слушать, что он мне будет там ныть, смотреть на его положение и так далее. Если я действительно почувствую, что там завал, все очень плохо, тогда, конечно, я ему дам зайти и на 10. Так? Но вообще, сразу, чтобы отрезать, это бизнес, а не сопляжуйство. Разговор идет 20 и 90. Итак, я ставлю под своего слабака человека за 20 долларов. Он получает сразу же 18 и оживает, потому что он уже платит не 20, а 2 доллара. 2 доллара он будет платить всю жизнь, пока этот платит и этот. И я получаю 20. Понимаешь, если бы я поставил под себя вот этого товарища, такого же слабого, как и этот, и этот бы ушел, и этот ушел. Через месяц оба вы бросили. Я бы ничего не получал. А так, я поддерживаю огонь в этой точке и получаю свои 20 долларов постоянно. Ну, 18, скажем так. Так? Вот такая стратегия натянуть спонсора с одной стороны, да, себя и в то же время всегда иметь деньги. Потому что надо смотреть вперед. Если они не тянут, они бросят. Ты ничего не будешь получать. Так? Далее. Если опять идет еще один человек и говорит, что да, я хочу в бизнес, я опять ставлю под этого слабого, но он уже у него будет второй, а значит это мой, и я получаю 18 долларов. Понимаешь? Зато я этому первому уже перекрыл полностью все проблемы. Вот теперь может себе третьего, четвертого уже начинать увереннее стать. Человек как бы начинает себя увереннее чувствовать. У него уже два есть. У него только третьего и так далее. Хорошо. Дальше. С этим разобрались. Опять идет звонок. Я хочу начинать с вами, дайте мне 50 тысяч кредитов. Ага. Так? Я беру человека, которого у меня уже, у него уже человек восемь. Так? Я ему звоню и спрашиваю, Антон, а кто у тебя там на счету сейчас? Кому идет? Тебе или мне? Он мне говорит тебе. Отлично. На тебе. Давай сюда реферальную ссылку. Я даю человеку и ставлю его под своего сильного Антона, но он все равно попадает мне. Тем самым, без всяких обид. Я Антону перекрыл это пустое место, которое бы он ничего не получил, но его надо ставить по маркетингу. Так? Себе поставил человек, который мне все равно платит деньги. Так или иначе. И его люди все равно. Поэтому выстраивайте себе личных три человека, а дальше бейте в глубину, вам это выгодно. Слабым ставьте двоих, сильным ставьте второго, четвертого, шестого. Тем самым, вы им упрощаете жизнь, потому что им надо теперь ставить только третьего, пятого, которые им идут. Так? Меньше работы. И вы всегда со всей глубины получаете деньги. Это лучше, чем все загребать под себя. И в итоге большая часть, ну, половина точно, она в следующий месяц проплачиваться не будет. По двум причинам. Слабые мозги, непонимание MLM бизнеса, желание денег прямо сегодня и сейчас. И еще играет большую роль то, что они ведутся на спам. То есть, кто-то рассказывает сказки, а я вам говорю, я вначале вам сказал, что 95% не зарабатывают даже 100 долларов в месяц. Вы должны это помнить. Когда вам начинают слать сказки про то, что я вот здесь вот вытащил там 100 тысяч рублей за три дня или что-то, забудьте. Это у каждой команды есть один человек, я его называю погремушка Ютуба, один. Вся команда берет его скриншоты, если там есть что показать более-менее существенно, берет его корявый написанный текст со всеми грамматическими ошибками, со всеми пьяными колобками, там, рукопожатиями, цветами и долларами, со всей этой фигнёй. Все берут, вообще этот текст не исправляют, не читают. Задача такая, быстро послать его первым. Всё, это единственная задача. И вот один этот текст везде гуляет, у меня было 2000 человек в скайпе, 2000 сообщений приходят, я за три дня вытащил 100 тысяч долларов. Я думаю, что же это за компания там такая, что 2000 человек в течение часа мне шлют смс, и все по 100 тысяч. Офигеть, это просто какой-то нонсенс, понимаешь? Ну, я-то это читаю и смеюсь тут, у Гобелинов, да, а люди, кто слабее, у кого психика слабее или опыта мало, они же принимают это за чистую монету. Если ты получил, значит, и я получу, и всё. Зачем мне этот айоп? Тут сюда тяжело позвать, народ не понимает, что это, ему это не надо. А туда надо. Туда идут все. Туда пойду я и оплачу кому-то отдых летом на островах. То есть, мы все берём кредиты в банке. Надо вам очистить. Выделить всё. И делить, да? Мы все берём, ребятки, кредиты в банке. это меня бесит больше всего. Мы берём кредиты в банке, так? Мы несём их туда, где все миллионеры по 100 тысяч заработали. Мы отдали туда эти деньги. Ну, предположим, там, тысячу долларов, да? вместе с процентами это будет 1300 долларов, так? Эта фигня, бук закрылась, естественно, потому что не могут все ничего получать. Здесь входящие превышают то, что надо отдать. то есть компания обязуется отдать 200 долларов, если ты заходишь на 100. То есть их 100 где-то надо у кого-то украсть, чтобы тебе отдать, правильно? И когда идёт толпа, естественно, чем больше толпа, тем больше денег надо отдать. А зачем отдавать, когда мы уже получили, они закрылись и ушли? Так. Теперь эти все ребятки отдыхают на островах, так? А мы идём на улицу, подметаем пол, рулим баранку, таксуем по ночам, потому что надо отдавать банку, иначе он эти 1300 врубит, это уже будет 2000 долларов, и так далее, и так далее, и так далее. Надо быстро гасить. И что делать дальше наш человек, когда он убивает себя и свою семью уже полностью и безостановочно? Он ищет лёгкий путь, он заходит в другой лохотрон, и возможно, он даже опять взял кредит в другом банке. Он заходит в другом лохотрон, и он там опять попадает. Теперь он уже должен по жизни, всё, он попал. Он будет выплачивать это несколько лет, пока вот эта братва будет пить шампанское за его счёт, пока они будут веселиться три месяца на острове, отдыхать, кататься на катере, яхте, он будет вкалывать днём и ночью, не видя семью, чтобы отдать то, что он им оплатил. Лучше бы ты купил детям что-нибудь, придурок. Понимаешь, вот эти 300 долларов, у тебя ребёнок стоит, просит ноутбук простейший, или планшет, ты нет, нету денег, я не могу. Вот какой. Я хочу с вами посоветоваться, это уже в чате, напишите, что вы думаете по этому поводу. Я не оставляю той линии, на которую я нацелен, для вас всех. Значит, у нас есть хорошая новость, у нас есть софт, ну, если говорить по-русски, программа, эксклюзив, которая, я вам сказал, надо быть на 70 сайтах, на них нет промо-кодов на Америку, на них нет, ничего никогда не даётся, потому что там десятки тысяч человек, там всё только продаётся, только продаётся или кликается, это чистейший трафик. Так вот, у нас появилась с вами программа, так, она и была, но, но негр сильно упорствовал, она стоила 60 баксов для одного человека. Это было бы полбеды, но ещё 20 каждый месяц за лицензию, каждый месяц. Она загружается и в неё вбивается ваш Gmail аккаунт, на котором вы зарегистрировали все эти 70 сайтов. И все эти сайты с кредитами открываются у вас в одном окне. И оно автоматом слизывает все таймеры по 15 секунд, собирая вам все кредиты. В итоге, в течение месяца у вас будет примерно 200 тысяч кредитов. Четверть миллиона рассылки к сетевикам на США. Это огромный трафик. И эти 200 тысяч кредитов, они стоят очень большие деньги, ребята. Если говорить чётко, это вам обошлось бы на каждом сайте, чтобы это собирать, порядка 500 долларов в месяц. Это крома есть. Значит, что предлагает нам наш африканский друг из США? Он решил сделать с неё партнёрку. А именно, это огромный трафик, я вам хочу напомнить. А именно, мы платим 30 долларов в месяц. Так? Он отдаёт назад 20 за продажу этой фишки. там две глубины, как-то так получается. Короче, он сказал 70%. То есть, это очень такая вещь полезная, 30 отбивается быстро, всего лишь две продажи. Естественно, мне тут даже не надо сильно и раздувать, и огонь делать. Я просто открою экран и объясню, что это такое. Сколько это кредитов и сколько экономии денег, сюда запрыгнет полрунета немедленно. Тем более, мы даём и тексты, и страницы, и всё. Мы всех их притащим и сюда, и на Айоп, и дальше как получится. Но на Айоп точно, потому что ты сюда не можешь найти 70 сайтов идти без страницы захвата, это ответчик. МЛМ американский, он не понимает нас. Поэтому, друзьяшки, есть вот такой вариант. Я не сказал ничего, ни да, ни нет. я могу подождать. Потому что, когда он уже продаст всё своим там, близким, да, то вместо того, чтобы сидеть без денег, он выйдет на меня и скажет, ну, давай, не 60 долларов, а 30, и не 20 долларов в месяц, а просто 30 раз и навсегда. Вот этого я и жду от него. Потому что это реально. 60 долларов плюс 20 в месяц, конечно, я понимаю, что это надо для себя. Конечно, я не буду жалеть ни 60, ни 600 и даже не 120 в месяц на такой удар. Это мощнейший трафик, это подписки килограммами просто американцев и так далее, да. Но надо понимать, что я, Рунета, сейчас, который всё оставил в лохотронах и сидит с голой задницей, 60 и 20 в месяц это очень много. Поэтому то, что он придумал здесь, 30 и 20 отдают, то есть он фактически себе забирает 10 долларов в месяц, да. Это интересно. Но мы можем ещё чуть-чуть посидеть и просто забрать его за 30 и всё. А ещё лучше я его болтаю отдать один за, пусть за 500 долларов, один, но на 100 ключей. Это самым стойким. Остальные могут покупать по 30. Все, кто хочет. Итак, я вам хочу сказать, поэтому это видео закрытое для нас, да, когда мы вот об этой теме начнём говорить везде и шатать, у вас всё поменяется в айоб очень сильно. Потому что, чтобы иметь вот это всё, нужно айоб однозначно. А с нашей стороны, чтобы это всё иметь, нужно айоб только на 20 долларов. 10 я не признаю. В команду никто на 10 с этого момента, когда это будет, не принимается. Такой цифры для нас больше нет. вообще я бы хотел дотянуть до того момента, когда я её выпускаю на 80 долларов. Вы оттуда будете иметь 60 сразу. И запустить её только тогда. Там будет одно условие. На 80 долларов входит всё то же самое, что на 20. И страницы захвата, это ответчики, видеостраницы, всё, полностью. Но, ребята, вы человека привели, вы забрали 60 сразу. Вы можете представить? Там не будет шахматный, не будет через одного. Там будет, по-моему, юни-левел несколько уровней вниз, там 1.40, 2.20, что-то такое. Ну, ещё точно не знаю, да и не спрашивал. Запустите, потом поговорим. И вот это было бы бомба, на самом деле. Потому что вот здесь бы мы с вами кричали, мы богаты, мы богаты, мы действительно под эту фишку. Я и так под эти 50 тысяч кредитов раз в 10 дней раскачиваю настолько рунет, что идут около 100 подписок в сутки на страницу захвата. Даже без вот этих платных страниц, где я говорил вам по 2 цента на SEO-магните, есть ещё и YouTube, есть и Facebook-постер, который фигачит по всем группам сразу 3 Facebook. Всё это идёт, и подписок идёт. Затем они видят, что ты не лохотронщик, и они начинают открывать твои письма. Вот так строятся отношения и базы. Это всё, что я вам хотел рассказать на сегодняшний день.